Всем привет! Мне недавно пришли от компании Anton Power, которую я заказывал на Алиэкспрессе. Вот такие вот держатели для проводов, такие небольшие органайзеры. Сейчас я расскажу, как я их применяю на практике, как они выглядят в общем-то в моей студии, и вы сами поймете, нужны они вам или нет. Ссылки на все девайсы будут в описании, можете смотреть, там же будет ссылка на кэшбэк. Обязательно пользуйтесь кэшбэком, чтобы экономить. Итак, вот как выглядит, собственно говоря, сам этот держатель. Это вполне себе такая силиконово-резиновая история. Вот посмотрите, как он гнется. То есть сюда можно запихнуть достаточно толстый провод. Я потом покажу, какой провод я использую для того, чтобы, ну, его, скажем так, организовать, чтобы он не плутал по всему столу. Вот так вот это все хорошо гнется. Сзади у нас используется 3М-скотч. Эта основа у нас снимается, и, собственно говоря, появляется клейкая основа, которую вы можете приклеить. Потом можно в любой момент отклеить, наклеить другой кусочек 3М-скотча и, собственно говоря, переклеить на другое место. В комплекте идет 10 вот таких вот штук. Я уже 3 из них использовал. Еще 7 могу использовать по различным своим нуждам. Сейчас я покажу, где я использовал эти крепления, для того, чтобы вы могли понять, ну, вообще, как это дело можно применить в жизни. Итак, первое, это провод, который у меня подходит от системного блока. Этот провод, он у меня microUSB. Он вставляется в USB 3.0 порт и предназначен для того, чтобы быстро скидывать какую-то информацию с телефона. Чтобы этот провод у меня не болтался вот так вот где-то на столе, чтобы он туда не западал обратно в отверстие, стремясь к системному блоку, я его вот так вот организовал. То есть я просто вот так вот втыкаю, и все, и он у меня здесь хранится. Как видите, штука неприметная, довольно симпатичная, и при этом довольно хорошо выполняет свои функции. Следующий момент, это провод, который идет от одной колонки к другой. Этот провод у меня также является достаточно толстым, и его проблема в том, что он постоянно переворачивается, сгибается, и постоянно вот туда вот уходит. За него также цепляются вот эти жалюзи. Это очень неудобно, потому что всегда эти жалюзи нужно поправлять. Теперь я избавился от этой проблемы, потому что установил вот такие вот органайзеры с этой стороны, и чуть дальше покажу еще один. Этот органайзер показал себя с хорошей стороны, потому что он мало того, что жестко стоит на одном месте, он никуда не двигается, так он еще и позволяет, скажем так, использовать провода совершенно разной толщины. От такого тоненького, который я вам показал, microUSB, до совершенно вот такого толстого, в два раза толще, двухжильный такой специальный акустический кабель, для того, чтобы акустические системы звучали действительно достойно. Также этот кабель я закрепил с другой стороны, и получается, что он натянут между двумя такими креплениями. И позволяет это данному кабелю не переворачиваться, не уходить куда-то в сторону, и он постоянно в натянутом, скажем так, таком состоянии. И это очень удобно, согласитесь. Сейчас я покажу, как выглядит вся эта конструкция, скажем так, сбоку, для того, чтобы вы могли более наглядно это все понять. Итак, вот у меня основная колонка, от нее идет акустический кабель на другую колонку. Он подходит вот сюда, идет, идет, идет за монитором, и крепится дальше вот таким вот креплением, которое вы видели до этого. Как видите, все очень просто, схема простая, но это позволяет действительно хорошо организовать ваши кабели. Самое главное, что эта штука недорогая, я ссылку укажу в описании, можете посмотреть. Действительно, такие устройства, они позволяют сделать не только более удобным вашу жизнь, вашу работу в офисе, в студии, неважно, даже где-то дома на рабочем пространстве. Но и в целом эта штука позволяет как-то украсить офис, потому что разбросанные провода какие-то, это не мое. Как видите, у меня здесь все вот так сложено красивенько, все провода уходят в отверстия. То есть я любитель порядка. Всем спасибо за просмотр, если это видео было вам полезным или понравилось, не забудьте его поддержать. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, и конечно же, подписывайтесь на второй канал, там бывает море всего интересного. Извините за звук, забыл включить рекордер. Всем хорошего настроения, и пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok